Всем привет, меня зовут Катя Асламова. Я дизайнер одежды и основала онлайн-академию брендинга и дизайна Метрикс для тех, кто мечтает стать дизайнером и создать свой бренд одежды. Дело в том, что у меня уже было накоплено достаточно знаний в сфере дизайна одежды и создания бренда, и я решила основать свой онлайн-проект для тех, кто, находясь в различной точке мира, может обучиться профессии и создать свой бренд. И поэтому для меня акселератор явился такой очень сильной историей, которая дала этому воплощение. До акселератора у меня была своя компания уже, то есть бренд одежды. И, ну, фактически, если мы говорим о моей новой нише, понятно, что точка у меня ноль. Если говорить о том, что случилось после, то есть я 4 месяца прообучалась в акселераторе, у нас 1-го, в конце сентября у нас запустилась битва, и 1-го ноября я запустила свой проект. И точка у меня нулевая прям, то есть я зашла с новым проектом. Сейчас на сегодняшний день 2 миллиона 600, у меня 17 студентов, мы запустились, вот уже 3 месяца существуем с моей онлайн-академией. Ежемесячно на свою рекламу я трачу пока 100 тысяч, планирую больше, естественно, потому что я понимаю, что треть своего бюджета надо обязательно закладывать в рекламу. Вот, так что, если говорить о каналах, то Facebook, Instagram, Вконтакте. Вот, сейчас мы настраиваем RCA, еще много, что на самом деле не внедрили, потому что просто даже не успеваем сделать все, что нужно. А если говорить вообще про действия, которые были совершены, то это, конечно, такая огромная глыба. Вообще, акселератор – это уникальный проект, где тебе полностью дают, ну, как бы понимание, как тебе упаковать свой продукт. Соответственно, это начинается там просто от вообще выбора ниши до выбора потом уже в своем проекте архитектуры курса, да, понимания, для какой аудитории это все делается, понимание, как через какие каналы развивать свой, да, продукт, понимание, что вообще-то нужно делать продающий вебинар, что нужно рассказывать, да, каким образом вообще вести. То есть, на самом деле, работа проделана, ну, огромная, здесь очень много еще даже, что не внедрено, потому что просто даже не успеваешь поначалу охватить такой огромный объем. Но все, что дается в акселераторе, это достаточно для того, чтобы развить свой проект. Главное, мне кажется, когда вы выбираете нишу, нужно выбирать дело своей жизни, то есть дело, которое вас действительно по-настоящему зажигает, которое вам дает силу, вдохновение, потому что вам придется все равно поначалу очень много вкладывать своей энергии, чтобы развить свой любимейший проект. Меня вдохновила в акселераторе вообще сама команда, да, и Дима, и Сергей, вообще их отношение к курсу, и то, как они дают вообще полностью все знания, как они настаивают на каких-то конкретных, да, деталях, то, что продающий вебинар, там, да, это очень главное звено в цепи. Они показывают действительно, как нужно идти, вдохновляют своим примером, делают очень много для своего проекта, что хочется, конечно, за ними следовать. Более того, что еще меня вдохновляет, это, конечно, команда, которая вообще существует, это огромное сообщество, это то, что я несу в свою школу, чтобы создавалось именно, да, коллектив людей внутри этого проекта, чтобы можно было, ну, как бы собирать такую коалицию сильных, которые хотят двигаться в одном направлении. Мне кажется, это одна из самых сильных вообще вещей, когда мы у нас за плечами есть целая команда таких же единомышленников, которые с копьем бегут вперед и говорят, «Ага, я сейчас открою свою майн-школу, или я создам свой бренд, или я там стану дизайнером». Это самое важное. В акселераторе этот дух, конечно, он есть. Ну, помимо того, что там очень много всего, каждый день нового появляется, и оффлайн-мероприятий, и нетворкингов. Я уже не говорю про шикарную алушту и все того, что еще будет происходить. У меня всегда будет только один совет. Выбирайте дело своим сердцем, выбирайте действительно нишу, которая вас зажигает. Если вы продюсер, не эксперт, то все равно выбирайте то направление, в котором вы горите, потому что вам в это направление, как бы, да, заходите вообще с головой, с ушками, со всем сердцем. Выбирайте эксперта, который действительно очень сильный, который со своей аудиторией, да, то есть выбирайте, чтобы вам действительно нравилось ваше направление. Тогда это будет для вас неисчерпаемый вообще такой источник вдохновения, и вы сможете сделать прорыв. Если бы я сейчас говорила о том, какие для меня планы, я сейчас планирую, конечно, масштабироваться, привлекать к себе еще большее количество студентов, предлагать им дополнительные развивающиеся программы, помимо основного курса. Ну, я бы, наверное, хотела все-таки в не самом далеком будущем выйти на зарубежный рынок. Это да.